Ее возвращение домой всегда праздник с этой осенью, которой всего месяц жизнь Алены Трифоновой разделилась на два города. А тратный, который звучит родительской любовью, и самару, которая рассыпается в пассажах перспектив и требует звучать терпеливо, стойко и с полной отдачей. Хрупкая, легкая и воздушная, такая же, как и музыкальный инструмент, который открыл перед ней мир искусства. Алена Трифонова говорит о себе. Она человек, влюбленный в музыку. Она была уже с детства очень целеустремленной и никогда не пасовала перед неудачами. Она, конечно, расстраивалась, но она брала себя в руки и двигалась дальше. Я не могу сказать, что это было бы неправильно, что ей все давалось очень легко, и вот к своим успехам и к достижениям она шла по ровной такой дорожке. Нет. Ей приходилось преодолевать многие трудности освоения скрипки, потому что это инструмент очень сложный. У нас в школе, я училась в первом классе, пришла преподаватель, ну, делали набор и начала говорить, что объявляется набор на учеников. И раздавала листовочки с номером телефона музыкальной школы, чтобы позвонить и потом прийти, собрать документы. Я прихожу домой, мне, ну, не знаю, просто вот очень захотелось посмотреть, что это такое, попробую, прихожу домой, показываю маме. И мне мама говорит, нет, ты никуда не пойдешь, потому что она закончила фортепианный класс, и она говорит, для школы это очень тяжело, это физически и морально, ты не потянешь. И мне кажется, потому что просто стало делом принципа, что вот я хочу пойти в музыкальную школу. Я была изначально категорически против этой затеи. Это, конечно, тяжелый труд, я знаю, что это такое по себе. Это очень тяжело и физически, и морально. Пришла как раз в то время, когда у меня шел ансамбль скрипачей, привел ее папа. Вот. Ну, в общем, я ее посадила на колени и сказала, слушай, играли взрослые девочки. Ну, видимо, ее так это все, ну, как сказать, произвело на нее эмоциональное такое все-таки впечатление, потому что ребенок, конечно же, сразу согласился и решил заниматься на скрипке. С первых же занятий было видно, что ребенок очень серьезный, сосредоточенный, очень относится, соответственно, к своей вообще, к делу, которым она занимается. И она мне уже в первом классе сказала, что она будет поступать в музыкальное училище. Это я помню очень хорошо. Вот. Поэтому я как бы сразу обратила внимание на этого ребенка и решила, что, ну, наверное, нам стоит попробовать. И уже в первом классе на родительском собрании Алена играла не просто одно произведение, как остальные дети, а музыкальную копилку, которая состояла из десяти пьес. В первое время, помню, у меня не получалось ничего. Я просто приходила домой с музыкальной школы, вот так вот бросала инструмент, положилась на кровать и плакала. Да, но я вот никогда не хотела бросить. Мне вот всегда было тоже достаточно таким, даже доказать саму себе, наверное, что я смогу это сделать. Что это все не просто так, и что обязательно потом у меня все получится, даже если сейчас тяжело. За годы обучения в Отраднинской школе искусств Алена Трифонова приняла участие в большом количестве международных, всероссийских и региональных конкурсах исполнительного мастерства. И везде она старалась стать первой. В числе ее наград дипломы лауреата высшей степени в конкурсах «Музыкальная мозаика», «Солнечный круг», «Волна успеха», «Метелица», «Волга» впадает в сердце мое, «Маэстро» марш. Очень хорошо помню свой первый конкурс. Помню, как мы разыгрывались, и потом нам нужно идти в концертный зал, и там очень очередь, ну, народа много из участников, все ждут своего выступления. И передо мной выходит девочка и очень сильно плачет. Со сцены вышла и расфлакалась. На меня производят очень сильное впечатление, на самом деле. Я после этого вообще не хотела уходить на сцену. Вот помню этот момент, когда вот нужно выходить, а я вот оборачиваюсь к любитодавателю, говорю, может быть, не нужно, может быть, еще можно все вернуть. Но потом я вышла, сыграла, и не помню, на самом деле, как сыграла, но хорошо помню, когда я пришла в музыкальную школу, с надеждой в глазах, так как говорю, ну, есть результаты, и мне такие, ну, пока что нет. Я на самом деле тогда подумала, что это просто мне не хотят говорить, потому что ничего нет. И потом я ушла на урок, на какой-то, прихожу снова в кабинет, и мне преподаватель говорит, поздравляю, у тебя второе место. Не каждому ребенку дано вот такое трудолюбие, чтобы сидеть и вычищать интонацию. Это, конечно, не очень приятная процедура, вычищать, сидеть интонацию. Вот Алена, как раз она этим постоянно занимается. Где-то, начиная с третьего класса, я начала ей давать повышенную программу на класс, выше на два, на три. Я смотрела по тому, как она справляется. Если ребенок справляется, значит, мы брали произведение сложнее. Она стала достигать хороших результатов, участвовала во многих конкурсах, участвовала в Академии имени Башмета дважды и играла в финальных концертах. Первая наша поездка была в 2014 году. Это мы первый раз поехали. Вот, все, конечно, было ново, необычно, но очень интересно. Когда нам предложили сделать видеозапись на Башмета, на Академию, это, знаете, было просто вот как шаг в неизвестность. Вот записали видео и просто никаких наде... Ну нет, конечно, все равно надеешься в глубине души, но как-то, наверное, все-таки понимаешь больше головой, что, ну, наверное, не получится. И вот этот момент, когда сообщили, что я прошла на первую Академию, ну, для меня первую, он вообще незабываем. На самом деле, вот я до сих пор не могу вспомнить то, что я чувствую, точнее, повторить вот эти эмоции. Вот много конкурсов уже различных после этого было, но все равно вот те эмоции, которые я испытала тогда, они вообще, наверное, никогда больше не повторятся. Потому что это вот, когда внутри уже вот вроде бы погасает, погасает все, потом такая яркая вспышка, что вот, я что-то могу, и я, наверное, не хуже этих ребят, что я тоже могу что-то себе доказать, и что все, что я делала до этого, это не напрасно. Что я смогу, смогу обойти эту черту, вот, что я вот обычно учащаяся в музыкальной школе, и я вот теперь участница Академии Башмета. Алена признается, тогда поверила в себя, вернулась домой в школу искусств вдохновленная и готовая к новым творческим победам, которые вскоре состоялись. Девушки еще раз предложили пройти мастер-классы в Академии Башмета, но планы едва не сорвались. Ее положили в больницу с аппендицитом, ей вырезали аппендицит. И так получалось, что прямо через несколько дней нам уже нужно было ехать. Я пришла к ней в больницу и говорю, Алена, ну что, мы не едем. Она говорит, нет, почему мы едем? Я говорю, ну как же ты будешь играть? Она говорит, я буду играть сидя. И мы поехали, предупредили преподавателя, который вел у нас мастер-классы, и мы играли сидя, потому что у нее был шов, ей было тяжело физически видеть, она такая очень худенькая. Сняли швы, немного времени прошло, отлежались и поехали. Я посоветовалась с врачами, мне врачи, как сказали, что ничего страшного, лишь бы никаких тяжелых нагрузок. Она поставила цель, и она идет к ней, несмотря ни на что. Вот это меня удивляет. Иногда даже вот учишься у детей чему-то, каким-то качеством. Вот я считаю, что у Алены можно этому поучиться, потому что у меня не было таких детей. Перед каждым конкурсом, мне кажется, это вот испытание, не только для меня, но и для моих родителей, потому что вот все, что копится внутри, все волнение, волнение, плохое настроение, когда что-то не получается перед конкурсами, это все очень сказывается на родителях, потому что когда что-то не получается, я звоню маме, я ей простраиваюсь, плачу по телефону, да. И мне кажется, что ей точно так же, может быть, даже тяжелее переживать эти предконкурсные дни, чем мне. Она, конечно, пытается успокоить, иногда тоже ругается, потому что тоже не выдерживает, да. Вот, всякое бывает. Алена – постоянная участница школьных, городских и областных концертов, но выступала она не только как солист, но и концертмейстер, лауреата всероссийских и межрегиональных конкурсов ансамбля скрипачей пицциката и образцового художественного коллектива эстрадного оркестра «Тон джаз». Когда я приезжаю в школу искусств в гости, просто я смотрю, как занимаются мои преподаватели, и начинаю понимать, что это вообще, что вот все, что сейчас у меня происходит, это, наверное, ну, процентов 70 – это точно заслуга преподавателей, потому что главное – это заинтересовать ребенка, чтобы было желание идти дальше. Нужно правильно подобрать слова, нужно правильно смотивировать ребенка. У меня очень везло всегда с преподавателями, и сейчас в училище тоже, потому что у нас настолько складываются близкие доверительные отношения, что я не хожу на урок, вот даже если у меня что-то не получается, я не боюсь признать того, что у меня не получается, под страхом, что меня поругают. Я знаю, что мой преподаватель обязательно поймет это и попытается со мной все выяснить. Попытается найти нужные слова, чтобы мне, ну, помочь, справиться с волнением перед конкурсами. Просто что вот, когда вот бывает такое, что вот просто опускаются руки, ну вот, ну, не получается что-то, не можешь. Это нужно просто вот выбрать такие слова, чтобы ребенок снова в себя поверил. У нее нет такой звездности какой-то, заносчивости, нет. Она очень скромная и очень трудолюбивая, и меня вот это в ней, конечно, покоряет. В прошлом году Алена Трифонова, ныне уже выпускница от Радинской школы искусств, стала финалистом областной общественной акции «Народное признание». Во время торжественной церемонии награждения оказалось, что девушка не только вошла в десятку лучших ребят в номинации «Надежда и опора», но и стала лауреатом. Переживаний было много, конечно, и во время голосования, и во время награждения. Так как до последнего не открывались имена, ну, конечно, я-то где-то в глубине души догадалась, когда мы туда приехали, но она знать, конечно, не знала, и это было очень трогательно, очень волнительно, особенно для нее, да ну и для нас, конечно, это все столько времени, как-то, ну, очень рады, конечно, очень благодарны, благодарны в первую очередь Ирине Ивановне, большое, огромное ей человеческое спасибо, всем преподавателям детской школы искусств. Для меня стала награда, которая доказала, что я иду в нужном направлении, что все равно, что тем, что то, что я занимаюсь, то, что я делаю, это, наверное, как-то полезно для других. Я прекрасно понимаю, что занятия музыкой, они отнимают все свободное время, прогулки с друзьями, ну, даже какое-то вот просто элементарное время на отдых, это, ну, практически отсутствует. Но я настолько уже вживаюсь в это, что я не представляю уже, вот, как можно жить по-другому. И дальнейшую жизнь тоже без музыки не вижу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА